Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях в неделе расскажу вам я, Любовь Курьянова и мои коллеги, репортеры программы в этом выпуске. Костомаровский форум. Двери для исследователей русского языка снова открыты. Донецкий театр стал обладателем нового оборудования. В День славянской письменности представили выставку «Азбуки». А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне завершила работу Третий Костомаровский форум – главное ежегодное событие в мире русского языка. На него традиционно приезжают филологи, лингвисты и словисты из разных стран мира. О сегодняшнем положении великого и могучего на планете материал моей коллеги Татьяны Орловой. В Москве прошел Третий Костомаровский форум, посвященный выдающемуся советскому и российскому лингвисту, академику Виталию Костомарову. Мероприятие стартовало в День славянской письменности и культуры и продлилось в течение двух дней Государственном институте русского языка имени Пушкина. Основателем, первым ректором и президентом которого был Виталий Григорьевич. На форуме собрались филологи, писатели, журналисты из 88 стран. Программа форума включала 28 мероприятий, среди которых панельные дискуссии, круглые столы, дебаты и мастер-классы. Главной темой стал год русского языка в странах СНГ. Каждый год каждый форум Костомаровский проводится под какой-то тематикой, посвящен какой-то тематике, которой занимался Виталий Григорьевич Костомаров, в честь которого собственный форум был учрежден. В этом году это проблематика языкокультура, поскольку Виталий Григорьевич был одним из тех, кто является основоположником такого направления в науке, как лингвокультурология. Важной частью мероприятий стала презентация нового индекса русского языка ежегодного исследования ученых Института Пушкина, которое показывает положение русского языка в мире и его конкурентоспособность по сравнению с другими языками. Согласно актуальному исследованию, русский язык сохранил пятое место в мире по конкурентноспособности и второе по количеству сайтов в интернете. Я начал изучать русский язык в 1989 году, то есть больше чем 30 лет тому назад. И приехал в Россию в 1992 году и сожжался именно в Институте имени Пушкина. Моя любовь к русскому языку была, вот причина любви к русскому языку, это были переводы русской литературы на арабский язык, который я читал с детства. Поэтому я влюбился в этот язык и начал его изучать. И потом продолжил свое обучение в Египте, затем в России, получил кандидатскую степень и стал завкафедор русского языка в Каирском университете. Виталий Григорьевич Костомаров внес большой вклад в продвижение русского языка за рубежом и в становление государственной языковой политики СССР и Российской Федерации. Одним из первых профессор заявил о необходимости учить иностранцев русскому языку по особой методике. Он разработал много новых научных направлений, таких как русский язык как иностранный и лингвострановедение. Татьяна Орлова, Равит Гор, специально для телеканала «Русский мир». Фонд «Русский мир» совместно с Малым театром в России передал оборудование Донецкому музыкально-драматическому театру. Чтобы запечатлеть торжественный момент, наши репортеры отправились на место события. В Государственном академическом Малом театре состоялась церемония торжественного вручения сертификата на передачу комплекта оборудования для видео и аудиозаписи Донецкому музыкально-драматическому театру имени Бравуна. Новая техника поможет театру расширить аудиторию и сохранить важность роли искусства в сложное время. Вот эта аппаратура поможет нам сейчас выжить, сохранить наши спектакли. Кроме этого, у театра есть проект, проект называется «Земляки». Мы снимаем телепрограмму о выдающихся людях Донбасса. Это тоже очень важно. Во-первых, дети должны знать историю. Мы стараемся делать это, скажем так, на широкий круг, в том числе и возрастной. И людям очень важно поднимать сейчас патриотический дух. Они должны понимать, что можно сделать, какие великие люди родились на Донбассе. Передача оборудования стала возможной в рамках акции «Общая сцена», организованной Министерством культуры России. 20 марта на сцене Малого театра прошел благотворительный спектакль «Женитьба Бальзаминова», все сборы от которого были направлены на приобретение видеооборудования для Донецкого театра. Фонд «Русский мир» обеспечил техническую поддержку этого проекта, помог в приобретении оборудований и передаче его в Донецк. «Только искусство может поднимать человека из его непонятного взвешенного положения. Поэтому дело благородное, и мы считаем, что его надо дальше развивать. И как бы в лице фонда просто нашли такой некий механизм, с помощью которого можно, во-первых, на эти средства закупить оборудование, а потом их передать. Фонд это все может. И в таких проектах он участвовал уже, и готов и дальше участвовать. И мы об этом будем еще, конечно, говорить». Благодаря новому оборудованию Донецкий театр сможет радовать зрителей спектаклями и другими музыкально-драматическими постановками. Альвика Ильясова, Татьяна Орлова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». В День славянской письменности и культуры в Большом выставочном зале Российской государственной детской библиотеки состоялось торжественное открытие интерактивной историко-библиографической выставки «Азбуки». Подробнее в следующем материале. Выставка была организована крупнейшей детской библиотекой страны совместно с Государственной публичной исторической библиотекой России. Экспозиция посвящена истории русского алфавита от возникновения письменности на Руси до реформ орфографии XX века. Она рассказывает об авторских алфавитах и азбуках художников-иллюстраторов, а также раскрывает богатство русского языка. Сегодня мы открываем выставку в библиотеке, которая называется «Азбуки». Естественно, уже само название говорит о том, что эта выставка посвящена развитию, изучению русского языка, русского книгопечатания. И, безусловно, это отражение того, собственно говоря, развития языка, это отражение развития государства. Выставка стала одним из важных этапов большого проекта, посвященного истории языка. С прошлого года в библиотеке начали формировать творческие лаборатории детского чтения «Значитай», чтобы в дальнейшем создать интеллектуальный центр, в основе которого будет лежать весь книжный путь, сопровождающий развитие нашего государства. В день открытия в детскую библиотеку пришли известные творческие деятели, которым не безразлична тематика и проблематика выставки. Среди них писатель, сценарист и драматург Андрей Усачев. Все сюда приходят, в Российскую государственную детскую библиотеку, и художники, и писатели, потому что это очень теплое место. И я смотрю, ну, самое правильное место для вообще, для выставки азбуки, это, конечно, детская библиотека, потому что это раньше взрослые учили по азбуке. Это была взрослая книга. Теперь первая книга, которую учит ребенок, да, которая вообще проходит, это азбука. Так что это первая книга в жизни человека. Так что детская книга – самая главная книга в этой жизни. Анастасия Голдабина, Татьяна Орлова, Равит Гор, специально для телеканала «Русский мир». Накануне в Музее Победы прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». О неравнодушии и ежедневном подвиге наш следующий материал. В Зале славы Музея Победы нагрудные знаки и дипломы вручили 23 юным героям из Российской Федерации, Белоруссии и Таджикистана. Каждый из лауреатов воспитан на лучших примерах самоотверженности и отваге защитников Отечества. Среди них 22-летняя москвичка Ксения Дюжина стала лауреатом в номинации «Активная гражданская позиция». С весны 2020 года Ксения состоит в федеральном регистре доноров костного мозга. А в номинации «Преодоление» одним из лауреатов стал 18-летний Матвей Холодков из Москвы, преодолевший непростое детство и прошедший дом малютки и интернат. Но сейчас он учится в колледже, известен там как командир знаменной группы, призер Олимпиад по математике, а также победитель международных и российских конкурсов. А еще Матвей дважды в жизни предотвратил преступления. Я хочу сказать на самом деле ребятам, ну не только ребятам, всем от 18 до 45 лет, кто может вступить в регистр доноров костного мозга, во-первых, это не страшно, это не больно, и это шанс кому-то на жизнь. То есть вы вступаете в регистр осознанно, сдаете просто пробирку крови, а потом, возможно, спасете кому-то целую жизнь. Это может быть ребенок, это может быть взрослый, уже состоявшийся, уже с какой-то историей, с детьми, с семьей, не знаю. Но вы можете просто своим существованием и небольшим вкладом сил и времени реально спасти человеческую жизнь. По-моему, это очень важно. В ходе мероприятия победитель проекта Музея Победы главной детской песни Кирилл Томилин исполнил свой хит «Плечом к плечу». Торжественную церемонию в Музее Победы посетили представители правительства России, Совета Федерации, Министерства внутренних дел, депутаты Государственной Думы, политические и общественные деятели. «Считаю себя патриотом и поддерживаю свое государство. Также есть понятие героизм, которое несколько отличается от патриотизма. Героизм, по мне, это способность человека отдать жизнь за кого-то и во благо чьей-то жизни. И героем, я считаю, всех, кто отдал свою жизнь и, может быть, отдаст за государство и за жизни чьих-то людей». Социально значимый проект «Горячее сердце» существует с 2013 года. Его основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. «Равидгор» специально для телеканала «Русский мир». В рамках открытия культурных сезонов «Россия-Абхазия-2023» состоялось выступление Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца «Абхазии». В концертный зал имени Петра Ильича Чайковского отправилась наша съемочная группа. Мероприятие прошло при поддержке Росконцерта Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазии. На самом деле значимость этого проекта очень сложно переоценить. Этот проект не новый, он уже длится многие годы, но вот буквально вчера мы подписали в Министерстве культуры план сотрудничества на 2023-2025 годы, который предусматривает развитие очень многих направлений в сфере культуры, совместных направлений. Танцевальный коллектив представил московским зрителям абхазский лирический девичий танец, танец с бурками, абхазский танец соотечественников, вокально-хореографическую суету «Абхазская свадьба» и молодежный перепляс. Для нас, наверное, самое знаковое событие сегодня происходит здесь. Приехал, как вы знаете, в Москву наш государственный ансамбль, песни и танцы абхазии. Нас это радует. Мы приветствуем их здесь, в столице Российской Федерации. Я думаю, что они смогут передать то тепло, которое с собой привезли нашим зрителям здесь. И я абсолютно уверен, что такие мероприятия нужно проводить почаще. Проект обменной культурной мероприятий России и Абхазии направлен на укрепление и поддержание традиционно-дружественного сотрудничества в сфере культуры между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Татьяна Орлова специально для телерадиокомпании «Русский мир». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий, следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране и в городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok